Привет! Меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Нил Рекхем с книгой «Спин-продажи». Книга номер один по большим продажам. Быстрая, легкая, понятная, летняя, но при этом полезная книга для всех, кто занимается продажами. А как известно, в 2020 году, если вы выполняете хоть какую-то активность, то уже занимаетесь продажами. Продажами услуг, продажей себя, продажами товаров и тому подобное. Поэтому книга или хотя бы ее краткое содержание будет точно не лишним в вашей копилке знаний. Перед тем, как мы перейдем к книге, к Рекхему, обязательно подпишитесь, пожалуйста, на канал. Поставьте палец вверх или поставьте палец вниз, но лучше вверх. Нажмите на колокольчик и напишите комментарий, занимаетесь ли вы большими продажами, интересна ли вам эта вообще тема. И знаете ли вы, что такое спин? Рекхем. Книга про спин-продажи стоила ему 30 миллионов долларов. То есть перед нами сейчас выжимка 30 миллионных инвестиций. Именно столько вложили IBM Xerox в масштабное исследование успешных сделок, в результате которого получилось проанализировать более 30 тысяч заключенных сделок и выявить одинаковые паттерны, присущие всем успешным сделкам, ну или по крайней мере большему количеству. Над этим трудом работали 30 специалистов на протяжении 12 лет и 12 лет. И само исследование, оно проводилось еще в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас бы, наверное, с помощью больших массивов данных, с помощью искусственного интеллекта, скорее всего, это было бы гораздо быстрее, но при этом это не умаляет заслуг Рекхема. Пару слов про вино. Да-да, если вы помните, с каждой хорошей книгой я открываю бутылочку хорошего вина, потому что нет в мире ничего лучше, чем хорошая книга и вкусное вино одновременно. Сегодня прохладное итальянское шардоне с четырьмя кусочками льда. У нас, читай, быстро чуть-чуть сбился таймлайн, поэтому выпусков на этой неделе будет два. Сегодня, в понедельник, 17 августа, даем долги за прошлую неделю со спин-продажами, а дальше уже, как обычно, скорее всего, в четверг будет книга из жизни спецслужб. Поэтому просим простить, лето все-таки и не переключаться. Вся книга в одном предложении. Продать можно что угодно и кому угодно. Для этого стоит исчерпывающе подготовиться к первой встрече и действовать строго по плану спин-продаж, который S-P-I-N-продаж, который, как вы уже поняли, по количеству букв в аббревиатуре спин, состоит из четырех этапов. Что это за этапы, в чем их особенность и как к ним подготовиться? Давайте попробуем разобраться в течение 10 фактов, 3 задач и 600 секунд. То самое сакральное знание, которое стоило крупному бизнесу 30 миллионов долларов. Факторы успешности продаж. Тут можете нажать на секундочку на паузу и пойти в комментарии и написать, как вы считаете, с чего начинается успешная продажа. И перед тем, как вы узнаете, что по этому поводу думает Нила Рекхэм, опускаясь вниз в комментарии, не забудьте подписаться на канал. Так вот, Нила Рекхэм говорит, что любая успешная продажа, она начинается со встречи. А встреча, в свою очередь, делится на несколько этапов. Это начало, исследование, демонстрация и обязательства. Ну, начало встречи – это набор ваших действий, которые вы осуществляете, которые происходят задолго до физического контакта с вашим визави, с вашим потенциальным клиентом, до того момента, как вы сели за стол переговоров и пожали друг другу руки. Это начало, это все действия продавца, настраивающие его на продажу, в том числе и начало исследований. Хотя исследование – это уже следующий пункт, но в начальной стадии они тоже входят. Значит, в исследование, оно может быть в момент уже самой встречи, и тогда вы будете выяснять информацию с помощью каких-то вопросов, которые вы будете задавать своему собеседнику. Это, по сути, и есть спин. Но еще исследование есть до начала этой самой встречи, то есть тот бэкграунд, с которым вы приходите на саму встречу. Это очень важно, потому что, как говорил классик, на встречу со звездой нужно приходить подготовленным, и вот если его перефразировать, то на встречу с вашим потенциальным клиентом, партнером, поставщиком, кем угодно, в общем, вашим деловым каким-то партнером, нужно приходить тоже подготовленным. Также в встрече есть такой этап, как демонстрация. Тут вы показываете, как можно решить проблему клиента, и самое главное – обнажаете те проблемы, о которых он еще не догадывается, и в этом есть вау-фактор вашего общения. И обязательства. Обязательства – это то, чем обычно завершается встреча или серия встреч. Это, в общем-то, прогресс, которого вы добиваетесь. Это может быть сразу покупка, но Нил говорит, и мы об этом будем говорить еще тоже сегодня очень много, что в крупных продажах покупки сразу не бывает. Скорее всего, это будет договоренность о следующей встрече, это будет какое-то согласие протестировать продукт или поучаствовать в фокус-группе, записаться на демо, попробовать развернуть пилот и так дальше. Ну и, в общем-то, по мнению Нила, для крупных сделок, вот на основе тех 30 тысяч проанализированных сделок, которые он и его исследователи обрабатывали, основное решающее значение имеет второй этап исследования. Исследование проводится по технике спин, и этот метод основан на четырех группах вопросов. Ситуационных, проблемных, извлекающих и направляющих. Собственно, потому эта техника называется спин-продажами. С ситуационных, П проблемных, И извлекающих и Н направляющих вопросах. С их помощью, вот с помощью комплекса этих вопросов, вы абсолютно точно выясните, что нужно потребителю, обнажите все его боли, страхи, в том числе и скрытые, и сможете выгодно развернуть ваш товар или услугу в его глазах перед продажей. Почему спин крутой? Потому что вопросы, которые вы задаете клиенту, в какой бы группе они ни находились, в ситуационных, проблемных, извлекающих и так далее, во-первых, они привлекают внимание, то есть диалог строится на вашей заинтересованности и на том, что вы задаете вопрос. Во-вторых, они заставляют вашего потенциального клиента больше говорить, потому что он, отвечая на вопросы, начинает, ну, только если вы его там не перебиваете и, в общем-то, умеете выслушать, он начинает больше говорить и, соответственно, больше погружается в тематику, а вы больше слушаете, и еще Дейл Корнеги говорил о том, что учитесь слушать. Ну и, в-третьих, вопросы могут влиять на убеждения людей. И как это происходит, мы с вами разберемся как раз вот в каждой группе вопросов. Мы выделили один слайд, и мы обязательно с этим разберемся, но перед этим еще раз в третьем факте акцентируем внимание на начало встречи. Нил говорит, что универсального способа начать встречу не существует. Иначе это была бы какая-то, ну, там, волшебная кнопка, пилюля, золотая пуля, которая вообще все решает. Вы ориентируетесь по ситуации, и в этом случае гибкость – это отличительная черта хорошего менеджера по продажам. Можно сказать, что гибкость – это вообще отличительная черта хорошего менеджера, но здесь как нельзя лучше, потому что вы должны понимать, где вы находитесь, с кем вы ведете переговоры, в каких условиях, какое эмоциональное их состояние и так дальше. И там огромный набор факторов, который может меняться от случая к случаю, и, соответственно, вы должны очень гибко подстраивать и свои какие-то настройки с тем, как вы заходите в переговоры. Поэтому чек-лист или абсолютно какой-то стандартизированный свод правил здесь не работает. Рекхем говорит, сделайте вступление, состоящее из представления, объяснения причины визита, и после этого приступайте к вопросам. Ну, нужно тут отметить, что, вы помните, это 70-е годы, и это исследование касается 70-х годов, поэтому сделать вступление, состоящее из представления и объяснения причин визита, мне кажется, сейчас будет маловато. Вы должны исчерпывающе подготовиться к этой встрече, вы должны понимать, какой бэкграунд у людей, которые заходят в переговоры, сколько их человек, каким количеством вы заходите в переговоры, уступаете вы им или нет, вы ведете переговоры тет-а-тет или с группой. Так называемая теория заинтересованных сторон, кто эти люди, которые зашли с вами в переговоры, на какие вопросы они отвечают в компании, какая их зона ответственности, в чем их мотивация, вплоть до каких-то личных характеристик и качеств, если вы сможете подготовить вот этот портрет тех людей, которые с вами заходят в переговоры, это начало встречи поможет в том смысле, что вы уже будете подготовлены. Ну и после того, как вы зашли в эти самые переговоры, самое время позадавать вопросы. Значит, спин, ситуационные вопросы, первая группа, они задаются чаще всего для понимания общей картины, касаются клиента, его должности, состояния, ну не в смысле денег, а в смысле кем он является в компании, чем он занимается и так дальше. Про его бизнес или бизнес, который он представляет, опыт, ну и в общем-то вот эти все достаточно личные вопросы, но тут важный момент. Во-первых, не нужно, Нил говорит, не нужно ставить слишком много личных вопросов, они чаще всего раздражают людей, особенно если вы не очень знакомы, то есть от близких или каких-то приятелей, конечно же эти вопросы уместны, но если вы первый раз встречаетесь, не очень уместно. А во-вторых, большое количество таких вопросов может делать так, что в сознании вашего визави будет ощущение, что вы недостаточно хорошо подготовились ко встрече. То есть это все такие вопросы, которые вы на начало встречи уже должны знать на них ответы, на большую часть из них, и если вы какие-то вопросы задаете, то только чтобы подвериться, ну или чтобы там в нужном русле дальше выстроить беседу. Поэтому огромное количество ситуационных вопросов, оно скорее сделает хуже, чем лучше. После ситуационных вопросов идут проблемные, П, в технике спин. Их задача, задача проблемных вопросов, это отыскать трудности, с которыми сталкивается потребитель при использовании вашего товара или услуги, или товара, или услуги ваших конкурентов. И вот здесь очень важный вопрос. Рекхем говорит, готовьтесь к проблемным вопросам заранее, соберите как минимум три проблемы и вариантов решения с помощью вашего продукта, и помните, что в крупных продажах проблемные вопросы второстепенные, потому что успешные сделки, вот здесь, как правило, заключают менеджеры по продажам или торговые агенты, возводящие скрытые потребности до степени явных. Суть в том, что три основные проблемы, которые вы узнаете, или которые вам сходу озвучит ваш собеседник на переговорах, не являются чем-то сверхъестественным. Они об этом говорят и думают каждый день и пытаются решить эти проблемы. Но, как правило, в основе одной какой-то большой глобальной проблемы или нескольких не очень крупных лежат те самые скрытые проблемы, которые подпитывают большие проблемы. И если вы сможете докопаться до скрытых проблем, обнажить их во время переговоров, и дать понять, что именно это является настоящей причиной всех бед в компании, то, во-первых, вы произведете вау-эффект, потому что никто до вас этого не делал и не пытался декомпозировать крупную одну большую проблему и докопаться до сути, из чего же она состоит, и можно ли съесть этого слона по кусочкам. А во-вторых, предложите на самом деле эффективное решение, которое позволит решить задачу и продать ваш товар или услугу. Ну и извлекающие вопросы в спине – это и направленные на увеличение ценности предложения. Значит, с помощью таких вопросов вы подталкиваете клиента к осознанию серьезности проблемы, и вот тут как раз и продолжаете делать упор на скрытую проблему. То есть не те три явные, которые он вам озвучил, о которых вы знали на момент начала подготовки к переговорам, а важно найти вот эту вот скрытую проблему. И особенности извлекающих вопросов заключаются в том, что они, во-первых, акцентируют проблему, одну основную, они характеризуются уникальностью и делают упор как раз на то, что эта одна основная проблема, скорее всего, состоит из большого количества мелких проблем. При этом Нил советует готовить их следующим способом. Вы определяете проблему клиента и продумываете, какие негативные последствия несет эта самая проблема. Потом выписываете трудности, с которыми сталкивается клиент в процессе негативных последствий, в тот момент, когда он зашел в эту проблему и так дальше. И подбираете любые вопросы, связанные с этими трудностями и с его эмоциональным состоянием. И раз за разом задавая вопросы, связанные как бы с орбитой около одной глобальной большой проблемы, вы найдете вот те самые маленькие кусочки, из которых она и состоит, и сможете с помощью извлекающих вопросов быстро попробовать ее решить. Ну и последняя группа вопросов это направляющие. Они, в общем-то, и должны идти именно в такой последовательности, потому что задача направляющих вопросов это, как видно из названия, направить потребителя к принятию нужного для продавца решения. Направляющие вопросы подчеркивают ценность продукта, предлагают универсальное решение и обнаруживают те самые скрытые потребности, то есть формализуют то, что вы смогли узнать в результате проблемных и извлекающих вопросов. При этом все, помните, что достаточно важно поведение продавца. Еще раз, Нил очень часто говорит об этом в книге. Мелкие сделки завершаются за одну встречу. Если у вас небольшой чек, если у вас стандартизированный продукт, то, возможно, техника спин-продаж вам и не нужна, потому что вы придете, сделаете презентацию, и в рамках эксперимента или там чего-нибудь другого, какого-нибудь благоприятного эмоционального состояния вашего собеседника, сделка будет сразу же закрыта. Крупные продажи, они предполагают длительное обсуждение, потому что, ну мы поговорим об этом в следующем слайде, в общем, вам важно проявлять эмоциональную стабильность, важно проявлять такт и выдержку. В спин-продажах нет жестких переговоров, где вы пытаетесь что-то отжать. Это может сработать для заключения одной сделки. Если вы хотите работать в долгую, если вы настроены на долгосрочное сотрудничество, то будьте терпеливы и сдержаны. Это важно потому, что поведение продавца в восьмом факте базируется как раз на девятом факте, на правильном восприятии ценности. Когда перед вами сидит человек, с которым вы хотите заключить договор на какую-то крупную сумму или на какой-то масштабный процесс внедрения, он боится ошибиться, потому что ошибка в крупных продажах стоит достаточно дорого. Это и, собственно, сама стоимость сделки, это и стоимость интеграции этого решения в бизнес. Как правило, представьте себе, что человек покупает какое-то новое оборудование. Кроме самой стоимости оборудования, есть еще и стоимость монтажа, есть стоимость перезапуска производственного процесса, обучения и всего-всего такого. И, в общем, высокая цена и серьезность принимаемого решения, как правило, пугает покупателя. Поэтому задача продавца сформировать верное восприятие ценности и быть в рамках этой самой ценности, то есть не выпадать из него, а быть одним целым с тем, что вы предлагаете покупателю. Правильное восприятие ценности заключается еще в том, что вы оба четко понимаете, как товар или услуга решают скрытые проблемы покупателя, разбивая тем самым одну глобальную проблему. Вы объясняете клиенту выгоды максимально подробно, чтобы у него сформировалось четкое понимание, за что он платит. Вы сопровождаете его на всех этапах процесса, держа за руку, подставляя плечо, и вы эмоционально, точно так же, как и он, хотите, чтобы продаваемое вами оборудование, как пример, максимально быстро было доставлено, собрано, перезапустило процесс производства и принесло выгоды этому клиенту. Потому что чем успешнее будет ваш клиент, тем успешнее в конечном итоге будете вы, и он будет заказывать дальше, дальше, дальше. Вот это и есть правильное восприятие ценностей и настройка на синхронизацию этих самых ценностей. Ну и завершение встречи. Заканчивать встречу можно после выполнения ряда задач, пяти основных выделяет Нил. Во-первых, после проведения тщательного исследования с помощью спин вопросов, после демонстрации возможностей того, что может ваш продукт, товар, услуга или вы, после того, как вы рассмотрите ключевые вопросы, которые могут возникнуть уже после демонстрации по вашему продукту или услуге, подведете итоги и предложите обязательства. То есть вот та самая демонстрация намерений на следующие встречи, или пилот, или тестовая группа, или дальнейшее обсуждение с техническими специалистами и так дальше. В общем, в случае завершения встречи, в случае мелкой сделки обязательно должна быть продажа, ну или отказ, если она неуспешная. А в случае крупной сделки, скорее всего, будет назначение следующего шага. Сколько этих шагов вам придется пройти, не знает никто, даже Нил, заплативший 30 миллионов, вернее, взявший 30 миллионов долларов у крупных корпораций, заплативших за это исследование, потому что в каждом конкретном случае длина вашего похода будет разная, но помните, что путь даже в тысячу шагов начинается именно с этого самого одного шага, и назначение следующего только приближает вас к закрытию сделки. Такими были быстрые 10 фактов из книги Нилла Рекхема «Спин продажи», теперь, я надеюсь, вы знаете, что такое спин, и 3 задачи из книги. И если вы смотрите подкаст не первый раз, то наверняка знаете, что из любой книги, кроме 10 фактов, мы в «Читай быстро», как правило, выписываем 3 задачи. 10 фактов – это мысли, цитаты, какие-то интересные факты, в общем, все то, что привлекает внимание в книге о задаче, это конкретная какая-то история, которую нужно пойти, сделать, закрыть, выполнить после того, как ты прочитал книгу, для того, чтобы она принесла тебе максимум пользы. Делать это можно где угодно, но нужно записывать для того, чтобы мозг получал сигнал о том, что вы структурировали и обработали информацию из книги, записав ее от руки или набрав на клавиатуре. Можете записывать в телефон, можете ввести документы на компьютере в ноутбуке, а можете делать это в букноте, блокноте для созданного чтения, который был специально создан в «Читай быстро» для всех любителей нонфикшн-литературы. Он так разлинован специально, чтобы туда удобно записывать факты, потом из фактов формировать задачи, читать советы по скорочтению на каждой странице и хранить это все в теплом чехле. Мои три основные задачи из книги «Спин-продажи» — это первое исчерпывающее, готовиться к каждой встрече, составлять профиль собеседника, его по возможности страхи и ожидания. Если собеседников несколько, то формировать карту заинтересованных сторон. Второе — проверить гипотезу по спину, действительно разбить вопросы на четыре группы, чтобы в эти самые вопросы входили и ситуационные, и проблемные, извлекающие и направляющие, но именно вот в такой последовательности, чтобы ничего не перепуталось, и тем самым попробовать, получится ли вау-эффект в результате вот такой последовательности. И третье — помнить о том, что скрытые боли — это вау-эффект, и у вас должна быть синхронизация восприятия ценностей с человеком, с которым вы общаетесь. То есть просто продать — это не задача хорошего, успешного продавца или менеджера по продажам в 2020 году. Вы должны удивлять человека, эмоционально быть с ним засинхронены, и у вас должно быть одинаковое восприятие ценностей. И самое важное, что я для себя понял, что спин-продажи, они же касаются не только товаров и услуг, как мы говорили в начале. Вот сейчас, когда люди очень часто меняют работу и переходят с одной работы на другую, при этом по карьерной лестнице пытаются расти и получать большую зарплату или получать больший круг задачи, гораздо более интересные задачи, то вот в момент собеседования технология спин-продаж может вам очень в этом помочь. Подумайте на досуге, но перед этим обязательно подпишитесь на канал. Если вы все еще этого не сделали, напишите комментарий, как вам книга, как вам краткое содержание книги, сильно ли сжато получилось, упустил ли я чего-то, или основные мысли удалось передать. Ну, в общем, все то, зачем вы приходите на YouTube. Если захотите проверить скорость чтения, буква.info.slash.rapid. Мы придумали инструмент, вернее, не мы его придумали, но мы сделали такой свой, который позволяет вам и проверять вашу и скорость, и осознанность чтения. Читайте текст рандомный, потом отвечайте на вопросы, и потом получаете сертификат, в котором будет указана скорость и осознанность. Можете еще получить советы по развитию беглого чтения. Блокноты для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, все, что связано с софт-скиллами. У нас на блоге буква.info.slash.blog. Обязательно добавляйте в закладки. Ну, и в инстаграм. Буква.info. Там иногда выкладываются новые, свежие, интересные фотки. Увидимся уже на этой неделе, через несколько дней, с книгой про спецслужбы. Наверное. В четверг. Новый я, новый вы, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.